Всем привет, вы на канале Art&Scale. Вот и настал тот момент, когда я запускаю новый проект, главным героем которого будет Leopard 2.6 от Rifield Model. В качестве дополнительной детализации я докупил к нему стандартный Upgrade Solution, пару антенн и трос. Из антенн я не буду использовать вводы, а возьму только саму антенну. Пластик в данном наборе мне очень понравился, отлито прям хорошо. В наборе есть и стандартная плата автотравления, её мы тоже используем. Неплохие декали и несколько 3D-печатных деталек. Это кончик ствола и части траков. Прозрачные детали просто офигенные, но забегая вперёд скажу, что я не буду их красить цветными лаками. И вот мой ночной кошмар, куча замков для инструмента из фототравления. Ну что ж, перейдём к сборке. Борта корпуса чрезвычайно туго встают в посадочные места, настолько туго, что могли бы держаться и без клея. Сначала это меня смутило, но подчистив все точки соединения, я запихнул всё в пазы. Ну и фиксирую жидким клеем от томии. Корма корпуса тоже встаёт на своё место. Один из самых рутинных этапов сборки – это сборка ходовой. Я зачистил все катки, но поддерживающие катки устанавливать пока не стал. Они помешают установке гусениц. Кстати о них. Есть возможность собрать гусеницы подвижными, но трение деталей друг от друга было так велико, что я забил на это и просто склеил их по форме катков. Когда я начал снимать это видео, я прикупил себе плату захвата, чтобы писать прямо на компьютер. Но что-то пошло не так, и спустя пару дней она стала терять сигнал с фотика каждые 30-40 секунд. То ли проблема была в HDMI выходе моего Canon, не знаю. В общем, пришлось её продать и писать по старинке. Кстати, я всерьёз задумался о смене фотоаппарата и подхода к созданию видео. В данный момент я снимаю всё подряд, а потом уже отсматриваю и нарезаю самые лучшие кадры. Я не всегда могу уследить, всё ли находится в фокусе, поэтому данное видео это просто рекордсмен по количеству выкинутых из-за брака сцен. Я отснял порядка 600 гигов видео, а на выходе получилось всего 10 минут. Хотя я рассчитывал, что это будет самая длинная сборка на канале. Я думаю понадобится какое-то время, чтобы подготовиться к съёмке именно по раскадровке, чтобы заранее спланировать всё, что я хочу показать. Надеюсь, что видео по окраске уже выйдет в новом формате. Всё втравление, которое только можно, я фиксирую на пайку. Брызговики встали как влитые. С крышкой моторного отделения всё просто. Приклеиваю детали на места, сверху на сокрет, устанавливаю фототравление. Здесь же есть крепление под инструмент. С замками получилась вообще интересная история, я потерял несколько ручек от них в процессе сборки. Мне пришлось, не поверите, купить ещё один набор фототравления. Это такой стыд. Причём в наличии он был только в жёлтом магазине. Но после эта покупка себя всё-таки оправдала. Потому как вот эту деталь я сначала неправильно спаял. А при выпаивании от неё отвалились мелкие ушки. А потом собрать на пайку ровно их я и не смог. И в итоге просто сделал ещё одну такую же, но уже согнув её правильно. Тут у меня обнаружилась щель между крышей корпуса и кормовым листом. И небольшой зазор на носу. Данный лист я смог протянуть зажимами. А нос я просто зашпаклевал. Ствол орудия это одно из тех мест, которое подверглось улучшению. Я хочу изобразить леопард на учениях, поэтому имитатор стрельбы будет тут в самый раз. Я смоделировал его по этому референсу. Также я опробовал свои силы в создании миниатюрных боеприпасов. Это ДМ-53. Лом получился довольно копийный, хотя ему не хватает капсуля. Под него я сделал отверстие. 3D-печатная деталь встаёт очень туго, но я боялся, что она может лопнуть. Но обошлось. Хоть я и сделал модель диаметром прямо по 120-мм ствол, но я забыл про то, что мой принтер склонен к пересвету. Данную модель я сначала напечатал на 30-ти микронном слое. Но в микроскоп была видна слишком большая лесенка на козырьке, поэтому я перепечатал её слоем 10 микрон. Запихнул кожух пулемёта, установил орудие в башню и ставлю верхнюю её половину. Орудие я наклоню в самое нижнее положение, танк будет вылезать, как бы на пригорок, поэтому смотреть пушка будет вниз. Ставлю до бронирования башни. Тут оно встаёт прямо отлично и зазоры минимальны. Скулы башни слегка промазываю жидким клеем и готово. Под мортиры надо спаять подставку. Я поленился заменить жало паяльника на более мелкое, а потом и к этому привык. Оно хоть и не влезает в самые дальние углы, зато довольно быстро прогревает детали, в отличие от маленького. Чтобы паять им мелкие детали, можно просто взять на него совсем немного припоя. Паяю я на паяльную кислоту. Канифоль у меня совсем закончилась, поэтому я перешёл на жидкий флюс. Он прекрасно подходит для пайки втотравления. А это крепление для рельсы с дымовыми гранатомётами. Простые детали, но они заменяют толстые наборные крепления и выглядят более масштабными. Рельсы для пулемёта – единственное место, где я заменил наборные подпорки на пруты из апгрейд-солюшена. В других местах они находятся в глубине и не так заметны. Припаять их все строго вертикально оказалось непросто, и я подолгу корректировал некоторые столбики. В конце я просто укоротил те из них, которые выбивались среди остальных. И вот так это выглядит на модели. Возвращаясь к вопросу замены камеры, первое, что я хочу улучшить – это качество самой картинки. У Canon довольно шумная матрица, что сразу же требует подавления шумов на постпродакшене. Подавление шумов, естественно, мылит картинку. А в сумме с и так уже мыльным 4К дает неудовлетворительный результат. Плюс я бы хотел улучшить трекинг объектов. Зачастую фокус теряет детали, которые я случайно перекрываю пальцами. И забывает их, когда я убираю преграду перед ними. Отсюда идет очень большое количество брака по фокусу. Многих из вас, думаю, устраивает картинка. Но я могу сказать, что мне перестало нравиться то, что я снимаю. Это касается и однотипности ракурсов, и в целом процесса. Я чувствую, что монтаж становится однотипным и скучным. Как раз над этим я планирую поработать. Посмотрим, что будет. Но вернемся к сборке. Все ручки я от греха подальше заменил на проволоку, которую я припаял к металлическим деталям. А в пластике просто просверлил отверстие и вклеил ее туда на сакрин. Весьма ажурные патроны на пулеметной ленте, тем не менее, очень плоские. Посмотрим, будет ли это бросаться в глаза после окраски. Одни из тех деталей, которых я заменил на 3дп часть, были антенные вводы. Один из них вообще сломался, а резиновые брызговики, это вообще что такое? РФМ, вы серьезно? Да, серьезно? Я не верил. Тут от каждого брызговика оторвались питатели, оставив безобразные и выщербленные. Короче, я их тоже напечатал. Причем в отклоненном назад состоянии. Все-таки танк заезжает на горку на скорости. И вот такое крепление я напечатал. Я случайно срезал ножом оригинальное крепление у корзины. Все детали хорошо встали на свои места, перепечатывать даже не пришлось. Также я напечатал дымовые вернотометы. На наборных был такой дичайший сдвиг пресс-форм, что я оставил надежду их зачистить и пошел по более легкому пути. И модель можно считать собранной. Бортовые экраны я ставил неприклеенными, чтобы можно было покрасить ходовую с гусеницами отдельно. Я рад, что на сборку ушло гораздо меньше времени, чем на мою предыдущую работу с Пантерой. Хотя как-то кардинально улучшить ее качество я не смог. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Там вы найдете фотографии этой работы, новости о том, что я сейчас делаю, а самое главное, скоро там появятся 3D-модели тех дополнений, которые я напечатал для Леопарда. Вдруг кому-то понадобятся антенные вводы. Если вам нравится, что я делаю, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Данное видео завершает 23-й год, и я хочу пожелать вам удачи и успехов в новом году. А на этом у меня все. До новых встреч!